Дневной разворот 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 смотрим пациентов в торговых центрах, то есть когда человек просто не ожидает какого-то обследования, это активно живущие жители, которые гуляют по торговому центру, и мы, соответственно, их обследуем. И оказывается, что у каждого третьего жителя Кировской области активного, это не те, кто сидят дома, имеется избыточный вес или ожирение. Причём это уже сопровождается повышением даже глюкозы, и, по сути дела, у каждого десятого человека мы случайно выявляем повышенный уровень в крови. Это значит что? Диабет? Это значит, что диабет. Это значит, что диабет, о котором человек не знает и продолжает усугублять. И он продолжает жить, как жить, как живёт, питаться, как питается, и, соответственно, считает, что всё у него прекрасно, всё хорошо. Вот так выявляет наше министерство, я понимаю, здравоохранение, вот такие факты. Министерство здравоохранения выявляет эти факты в результате диспансеризации, которая проводится планово каждые три года у человека, и на осмотре у терапевта терапевт просто верифицирует вот этот избыточный вес в качестве медицинского диагноза, и всё это уходит в министерство здравоохранения. То есть фактически сначала терапевт увидит невооружённым глазом, что называется, что у человека уже проблемы с весом, после этого отправляет его на анализ крови, выявляется повышенное содержание сахара в крови. Для того, чтобы выявить избыточный вес, не нужно смотреть сахар в крови, это исследуется индекс массы тела и окружность талии. Индекс массы тела больше 30, окружность талии у женщин более 80, у мужчин больше 94 уже свидетельствует о том, что у пациента есть проблемы с весом. Так, женщины, если талии больше 80 см, уже всё. Вне зависимости от роста? Вне зависимости от роста. Но сейчас ещё есть дополнительные критерии, которые, конечно, мы не используем для общей популяции. Это композитный состав тела, когда уже определяют количество жира, именно общего жирового организма. И мышечной массой. Но это уже не скрининговое исследование. Это когда пациент уже хочет заняться своим здоровьем, он тогда уже может дополнительно это посмотреть, и в зависимости от этого уже работает с доктором. Вот так происходит в государственных учреждениях, когда люди приходят на регулярные наши вот эти обследования, или, например, если вы в ходе акции в торговых центрах сами это выявляете. Или как-то случайно оказывается у терапевта по-другому совершенно поводу, с другим заболеванием, а терапевт видит, о, а ты у меня не был 3 года, и за эти 3 года очень всё изменилось. Да, Светлана Владимировна, а вот в частную клинику люди уже сами приходят, потому что если они готовы платить деньги, они сами приходят и говорят, что-то я чувствую, что вес у меня лишний, и чувствую себя уже плохо. Много таких людей приходят сами? Ну, практически каждый, потому что я как гинеколог-эндокринолог, и приходят, конечно, уже пациентки с какими-то гинекологическими проблемами, с нарушениями менструального цикла, бесплодия и так далее. То есть это вот у тех пациентов, которые вот уже идут такие жалобы, как правило, лишний вес. И понятно, что мы ставим на весы, смотрим индекс массы тела, смотрим какие-то показатели и выявляем нарушения. То есть всё равно они приходят сначала с другой проблемой, а потом вы его указываете на лишний вес. Конечно, конечно. То есть не каждый пациент, он осознаёт, что у него лишний вес, а идёт сначала и изначально с теми проблемами, которые его беспокоят на данный момент. Вот я хотела по этому поводу вас, коллеги, спросить, почему идут с болезнями, а не идут с жалобой на лишний вес и с просьбой помочь, что с этим делать? Они не считают, что это болезнь или не считают, что врачи на это вообще обратят внимание и можно вообще с этим заявиться? Ну что такое лишний вес? Ешь поменьше, двигайся побольше. Сам виноват. Вроде всё очевидно. Бассейн, прогулки, бег, лыжи, всё что угодно. Да, вообще есть такие обращения, когда человек приходит, неважно, в государственную или в частную клинику, но уже не с последствиями, которые ожирение вызывают, а прежде всего вот жалоба. Что-то я чувствую, что я не могу остановиться. Я вот набираю, набираю. Я слишком много ем. Вес, Ольга Сергеевна. К сожалению, пациенты не приходят с проблемой повышенного веса. И иногда, и даже не иногда, очень часто эти корни растут из семьи. То есть в семье считается, что крупный ребёнок – это здоровый ребёнок, худой ребёнок – это плохой ребёнок. Ешь побольше, на себе не с хлебом плюшку. Почему-то не доедаешь, ешь больше и так далее. Вот тебе конфетка за хорошее поведение. И у человека складывается впечатление, что это всё хорошо, что всё нормально. И многие даже у себя не знают свой индекс массы тела. Да никто не знает. Мало того, никто не знает, что это вообще такое. Хотя это считается очень легко. Это вообще просто обычный калькулятор. Берём в руки, можно посчитать. Как? Мы умножаем рост, рост возводим в квадрат, и ваш вес мы делим на это произведение роста. И норма для женщин до 24, для мужчин до 25, всё, что выше этой цифры, это считается избыточный вес, а то, что выше 30, это уже считается ожирением. Но я хочу акцентировать внимание, что ожирение уже давным-давно входит в международную классификацию болезней как хроническое рецидивирующее заболевание. И уже именно ожирение влечёт за собой все остальные проблемы в виде гипертонии, дислепидемии, сахарного диабета. Но, к сожалению, у нас даже иногда в головах врачей других специальностей ожирение не воспринимается как заболевание. То есть да, есть испытательный вес. И не воспринимается, наверное, как катализатор других заболеваний. Конечно, конечно. Особенно сейчас вопрос активно поднимается у гинекологов, потому что много проблем с бесплодием у населения. И в первую очередь бегут на ЭКО. А вообще при ожирении ЭКО нежелательно проводить. И пациент должен снизить вес индекс массы меньше 30 кг на метр в квадрате. А приходят и к нам пациентки с весом 140-150, которые хотят забеременеть. Но у них это не получается. И у них это не получится. И они никак это не связывают с лишним весом. И они считают, что у них всё хорошо. Но проблема в том, что что-то произошло, почему-то я не могу забеременеть. И, конечно, проблема начала говорить по поводу семьи. Сейчас очень много идёт разговоров про ожирение вообще на мировом уровне. И обсуждаются, что действительно это идёт из семьи. И формируются определённые стереотипы поведения и питания. Так называемые паттерны. То есть всё, что мы в ребёнка закладываем с детства, то он потом это проецирует на свою жизнь, проецирует на своих детей. И если, например, у ребёнка мы создаём паттерн, что должен быть такой стол, такое количество еды, такое количество сладкого, то ребёнок потом всю жизнь будет точно так же питаться. И даже какой бы умный доктор ему потом что не советовал, ребёнок не изменит свой стереотип питания. И вот в этом проблема. Я бы ещё хотела спросить у Светланы Коткиной. Вот всё-таки вы сказали, что к вам приходят люди, которые осознают проблему. Часто это гинекологические пациентки. А всё-таки вот с течением времени, если мы возьмём последние, например, годы, этих людей стало больше? Или это примерно одинаковое количество? Таких пациентов стало больше. Намного? Ну, намного больше, да. Ну, и, как правило, даже если пациент осознаёт, что у него лишний вес, он идёт, он боится прийти к доктору на самом деле. Потому что... Стесняется? Во-первых, стесняется, а во-вторых, он понимает или он думает, что его обвинят в том, что у него лишний вес, что это он сам в этом виноват. И, скорее всего, так и бывает на приёме у докторов, потому что, ну, это связано ещё и с нехваткой времени, чтобы поговорить с пациентом, потому что это длительный разговор, это и воздействие на психику, да, это эмоциональные какие-то. Ну да, ты там несколько не пропишешь, чтобы тут же всё изменилось. По диете очень много составляющих, которые нужно убрать, которые нет. На это надо решиться. То есть могут... Да-да-да, они хотят, не хотят, а боятся, что их нерешимость, их в этом обвинят. Поэтому они уже приходят, когда их припирает. На личности переходить, будет характеризовать их, в общем, особенности поведения. В том числе. Слабый характер, что ты не можешь с собой сам справиться. А ты помнишь силу воли? Там, по-моему, в Яралаше был сюжет, где мальчик смотрел долго на сникерс, он лежал на столе, он сидел, смотрел, и это называлось воспитание силы воли. Да, ну там, правда, потом был последний кадр, когда показывают, что вокруг стула просто всё усыпано бумажками из-под сникерсов. То есть он вот этот не ест, а ест другие. Но на самом деле, вот мы тут до эфира говорили, и Ольга Сергеевна сказала, что вообще еда вызывает зависимость и даже есть пищевой алкоголизм, да? Да. И мы сейчас после перерыва об этом поговорим. Продолжается программа «Дневной разворот. Разговор со слушателями». Мы говорим с врачами Светланой Коткиной, врачом-гинекологом, эндокринологом, иммунодиетологом Медицинского центра совершенства и Ольгой Елсуковой, заведующей эндокринологическим отделением номер один клинической больницы, номер семь имени Юрловой. Пищевой алкоголизм. Говорим мы о пищевом алкоголизме, да. И я напоминаю нашим слушателям, что в программе нашей можно поучаствовать. Мы вот буквально через пару минут зададим вам вопрос, мы хотим слышать ваше мнение. Да? Прямо сейчас. Хорошо. Поскольку мы сказали, что во многом ожирение – это всё-таки неправильное питание, это неправильное пищевое поведение, я бы хотела слушателей наших спросить. Вот вы когда приходите в магазин и покупаете себе продукты, на что вы ориентируетесь? Вы выбираете те продукты, которые полезны, и вы понимаете, что они полезны? Или вы покупаете те продукты, на которые вам хватает денег? Или те продукты, к которым вы привыкли с детства? Может быть, так. Как нам сказали врачи. Три варианта. У нас всего 10 минут остаётся вот на эту тему. Поэтому, пожалуйста, 211-101, прямой эфир, разговор со слушателями. Ещё раз. Вы покупаете в магазине продукты, которые дешевле? Вы покупаете продукты, которые полезны? Или вы покупаете, к которым привыкли с детства? 211-101. один. Итак, Ольга Сергеевна, пищевой алкоголизм, есть такое? Есть такое понятие. И, конечно, это формируется не у всех. Мы понимаем, что в основе всего лежит генетика. Но когда пациент кушает много сладкого, мы говорим сейчас о том, что именно наркотиком для головного мозга является глюкоза, её количество. Есть продукты, где очень много скрытой этой глюкозы. Это вот в кавычках эти все диетические различные напитки и так далее. Батончики сладкие, которые выдаются под фитнес, эти все батончики. И многие другие продукты. И когда пациент употребляет их всё детство и, как говорится, всю жизнь, то головной мозг просто подсажен на это. И когда он пытается соблюдать какую-то диету, у головного мозга начинается взрыв. Ну вот как у пациента абстинентный синдром, кто употребляет алкоголь. И, по сути дела, такая же ломка возникает. И вот этот тоже Яролаш, который вспомнили, там такая же ломка, по сути дела, у мальчика, может, и была, но вот он её глушил абсолютно другими сникерсами. Тут то же самое происходит. То есть может пациент отказаться от одного продукта, но он всё равно будет потреблять другой продукт, и он уже на уровне интуиции. Он даже сам, не осознавая это, он будет кушать вот эти вот. Поэтому здесь, конечно, когда мы обсуждаем вопрос эндокринологов, мы говорим, что очень важно таким пациентам подключать и помощь психолога. Вот. Я хотела, Светлана Владимировна, спросить, только ли, ну вот, что является любимыми продуктами вот людей, которые приходят уже с ожирением? Действительно, вы их, если спрашиваете, то что они вам говорят? Что мы любим есть? Ну, чаще всего это молочные продукты, жирные, жареные. Очень мало фруктов, практически их нет. Если яблочко будет где-то там раз в два дня, это хорошо. Овощей крайне немного, потому что у нас превалирует картошка, да, мы кушаем картошку, и это, конечно, крупы. Причём жареная картошка такая, сальсо туда вот и всё. Жареная – это крупы, и чаще всего это рис. Не какие-то там крупы, которые полезные, да, а именно рис, это суши, и, конечно, это фастфуд. Суши? Разве суши могут вызвать ожирение? Ну, рис, рис, от количества и качества. От количества, да. Нет, дело ведь не в том, что вы их едите, а дело в том, что вы едите каждый день. То есть помимо суши вы кушаете и сладкое, и жирное, и всё остальное, то есть мы встаём. То есть ты, ну ладно, что ты съел там бургер или жареную картошку, но я ведь и суши съела. Слушайте, а вот пельмени, пельмени – это вредная еда или полезная? Вредная еда, потому что там углеводы вместе с жиром, да, но мы к нему привыкли, потому что у нас северные районы, нам надо чем-то согреться, и поэтому пельмени, но если это было там раз в неделю когда-то один приём пищи, это хорошо, но когда это всё складывается вот в такое пищевое поведение, что у нас на каждом шагу фастфуд, донар и так далее, то есть это, конечно, проблема. То есть в целом. Мне просто кажется, что сейчас люди стали, может быть, меньше времени тратить на приготовление здоровой пищи. Да, веку скорейнее. Многие приходят вечером домой, а есть пельмени в морозилке, тем более, что вот они в широком доступе в магазинах в разных видах, да, достаёшь – варишь, достаёшь – варишь. Ну, я же немного съела, всего 10 штук. Ну, и очень часто, конечно, очень нет времени поесть. Приходят пациентки, говорят, что я позавтракать не успеваю, потому что утром надо бежать на работу, всех собрать и так далее. Пообедать на работе я не успеваю, и прихожу домой, и вечером я ем всё, да, отвожу душу, ем всё, что есть в холодильнике. То есть вот это вот, конечно, тоже. И чаще всего бывает. Вот это получается. 211.1. Чем вы руководствуетесь, когда приходите в магазин и покупаете продукты? Покупаете те продукты, к которым привыкли с детства, покупаете те продукты, которые здоровыми являются и полезными, вы это знаете, и выбираете их. Или те, на которые хватает денег. Или те, на которые хватает денег. Ну вот, кстати говоря, если говорить о моём поколении и старшем поколении, то вот этот фактор, который вы назвали, традиции, застолья или просто еды в семье, они действительно очень сильны и крепки. У молодёжи нашей, у подростков в частности, сейчас, возможно, может быть, вы развеете этот миф, может в Кирове возникнуть и другая проблема. С одной стороны, хорошо, что к нам приходят и федеральные сети фастфуда, и наши сети фастфуда развиваются. С другой стороны, мы видим, что вот эта тусовочная культура, когда подростки собираются в заведениях фастфуда, им там классно, они чувствуют какую-то приобщённость к миру, кроме всего прочего, потому что это вкусно бывает. Вот. Они потребляют в большом количестве все вот эти там бургеры, крылышки, очень много картошки фри, соусов. Донары. Запивают это всё газировкой, да. Запивают это всё газировкой и тусуются в этот момент. А что у нас с ожирением подростков? Есть данные? Да, Ольга Сергеевна. Ну, мы взрослый центр, поэтому мы на данный момент ожирением подростков не располагаем, но мы их получаем в 16 лет уже в наших отделениях, в нашем детстве. Готовенькими, уже откормленными. Готовенькими, уже откормленными. И действительно, количество пациентов с избыточным весом детей с ожирением и с избыточным весом их растёт количество. И в том числе, если бы была еда, застолье, вот как раньше было, там, ну, всё было то, что правильная пища, да. А сейчас вот эти вот фастфуды, мы вот буквально недавно тоже с коллегами обсуждали. Семейная вечеринка, заказываем пиццу. Получается, да. И получается вот примерно то, что рекламируют там 5 по цене 4 и так далее, примерно вот эта вот порция всего-всего-всего, иногда доходит до 2000 килокалорий. Одна порция. То есть один приём пищи – 2000 килокалорий. А иногда ребёнку нужно всего там 2500 килокалорий в сутки. То есть, представляете, он за один пересез, за полчаса съедает, и там огромное количество сахара, там огромное количество жира. И вот в самый раз именно это влияет на привыкание. То есть формируется у детей такая вот зависимость, по сути дела, пищевая зависимость от этого фастфуда. Потому что головному мозгу понравилось, это всё получится, всё вкусненько, быстро, быстро. А там же ещё всякие присадки вкусовые. Присадки, присадки вкусовые. И формируется зависимость. Потом у него не только привычка встретиться с друзьями, но уже ему хочется дойти, потому что там ещё, ещё, ещё. Ну и не надо забывать, что та же пицца, например, это ведь ещё такая, ну как бы, я не знаю, популярная культура, я бы так сказала. Да, пицца – это итальянская еда. То есть ты съел пиццу, ты приобщился к Италии. Это очень здорово. Ты сходил в Макдональдс, ты приобщился к американской культуре. Ещё что-то. Борщ – это скучно. Суп, щавелевый суп, боже мой, какой ужас. Борщ вообще полезен, если он на жирном мясе. Я боюсь, что тоже не очень. Если постный, может быть, там на оливковом масле с базиликом, наверное, ничего. Не забывай, что борщ естся с чесноком. Что, он сжигает, ты хочешь сказать, калории? Нет, на самом деле он усиливает, конечно, аппетит. Если, чем булочка с чесноком. Всё-таки, Светлана, мне кажется, что если выбирать между супом, даже на непостном бульоне, между любым супом и между бургером, то суп – это гораздо более полезная еда. А давай спросим, я не очень уверена в этом. Да, всё верно. Всё правда. Да, соляночка. Ну, если это будет раз в неделю, то нормально. Если и бургер раз в неделю съесть, причём не с картошкой фри, а с овощами, например, то, может быть, это не так страшно. Нет ведь? Есть один бургер без картошки фри, без колы и так далее. С овощами. Оттуда всё, вот это вот лишнее. Ещё достать майонез оттуда. Майонез вот и пить. Ну, то есть солянка, она стоит бургера всё-таки, Ань, понимаешь? И борщ жирный, она тоже бургера стоит. Правда? Конечно. Ну, ладно. Вот я, кстати говоря, посчитала свой индекс массы тела. Напоминаю, что нужно взять и возвести в квадрат свой рост. Причём вот именно там 1,73 я пишу, да, вот мой рост идеи. И потом делишь свой вес на то, что у тебя получилось. У меня получилась цифра, я вам скажу, близкая к верхней планке индекса. Если женщина индекс 24, да, то у меня товарищи 20. При этом, если на меня посмотреть, я-то думаю, что должно быть 4 тогда, если бы быть стройной. Нет, Светлана, всё хорошо у тебя. Нет, погодите, объясните мне тогда, пожалуйста. Вот я, когда я вижу такую цифру, что я приближаюсь к верхней планке, мне тревожно становится. Должна ли я тревожиться? Эта цифра не на верхней планке, а на самом раз на середине нормы. Норма от 17,5 у женщин до 24. То есть прямо вот серединка. Всё, я вас покажу. Здорово. Спасибо. Потому что то, что меньше 17, это опять медицинский диагноз, кахексия или истощение. Это другая проблема наших диетических девочек. А у вас всё прекрасно. Так, вот мы про детей поговорили, давайте про девчонок молодых ещё поговорим, потому что девочки – это диеты, Светлана, да? И анорексия. Это всегда диеты, это анорексия, всё, что угодно. И иногда переедание на фоне нервных каких-то стрессов и гормональных взрывов. И вот эти девочки приходят к гинекологу с какими-то проблемами, даже с нестабильным циклом, простите, пожалуйста, с невозможностью забеременеть после 18-20 лет. Хотя вроде здоровье должно позволять. Я чуть не уверена, что после 18-20 уже приходят с проблемой невозможности забеременеть. А вот я не знаю. Но с нарушением цикла приходят. То есть они уже бьют тревогу, когда месячные отсутствуют, два и три месяца, и это уже тревожно. Потому что женский цикл, женский организм, он зависит от циклов. И это показатель нормального функционирования. Но не все это понимают, кстати сказать. Когда приходят, например, с воспалительным процессом, и говорят, что нерегулярные месячные, а говорят, что нужно что-то делать, нужно как-то питание свое поменять, дневничок питания пописать, чтобы продукты какие-то отследить, то спрашивают, а нужно мне это вообще или может с этим подождать. Ведь у многих есть нарушение менструального цикла, и получается беременность и так далее. И решать проблему не нужно. То есть этот человек должен понимать, что это проблема. Вот, мы сейчас вышли над главным, наверное, фактором. Чуть нам слушатели не звонят. Видимо, обеденное время они решили забить на эту историю, чтобы не портить себе аппетит и съесть все, что они любят. Рожки, полить подливкой, котлетку сверху бросить, чебуреком заесть это все. Не хотят, чтобы мы их смущали. И хлеб, и черный с майонезом. Да, не хотят, чтобы мы их смущали. Но все-таки, судя по нашему разговору, все, о чем вы говорите, это история про человека конкретно, про его поведенческие привычки и про его решимость что-то менять в своей жизни. Несмотря на наследие, которое он из семьи вынес, несмотря на популяризацию фастфудовской культуры, все равно, она как раз сейчас в Москве уменьшается, а в регионах возрастает. Потому что Москва пережила эту историю. У них все направлено на здоровый образ жизни, на бег, на велики, на фитнес. А у нас напротив такая история происходит. Все-таки люди боятся приходить рассказывать про эту историю. Страх, что его осудят, страх, что скажут, ты слабый, давай, давай. Да и просто скажут, может быть, что ты пришел с такой ерундой, помашешься ерункой. Давайте буквально в одном предложении каждый из вас даст совет нашим слушателям. Что нужно делать, чтобы, если есть уже такая проблема. Если есть проблема, то обязательно идти к доктору. И не стесняться. Какому? К какому доктору? К эндокринологу или к диетологу. А если доктор тебе говорит, ну ничего, что у тебя лишний вес, так-то у тебя по здоровью все хорошо. К другому. Правильные доктора так не говорят. Не говорят. Пожалуйста, Светлана. Ну, вы должны помнить, что мы есть то, что мы едим. Однозначно. Все заболевания, которые у нас возникают, это из-за того, что мы кушаем. Какую пищу и так далее. Поэтому обязательно смотрите на то, что вы ложите себе в рот, кладете. Обязательно читайте состав. Когда вы берете, например, там батончик, и если там 10 строчек, то положите его обратно. То есть обязательно смотрим, какие продукты мы покупаем. Обязательно. Ну, а родителям надо сказать, что все-таки то, что вы накрываете на стол и даете есть своему ребенку, это то, какое здоровье вы ему обеспечиваете. Светлана Коткина, врач-гинеколог, эндокринолог, иммунодиетолог Медицинского центра совершенства и Ольга Елсукова, заведующая эндокринологическим отделением номер один клинической больницы номер семь, были у нас в гостях. Я надеюсь, что мы перестанем расти и уйдем из лидеров по ожирению в Российской Федерации. Останем стройным, здоровым регионом. Совершенно верно. Сейчас мы завершаем программу. Сейчас мы с Светланой прощаемся. Говорим спасибо нашим гостям. Сейчас нас сменяет Владимир Сметанин и рубрика «Говорит Киров». Это наш совместный проект, я напомню, с администрацией города. Через одну минуту. Владимир расскажет про два проекта. Говорит Киров. Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. В эфире программа «Говорит Киров», которую мы готовим совместно с администрацией нашего города. И я приветствую свою собеседницу. Марина Юсупова, начальник управления культуры администрации города Кирова. Марина Александровна, добрый день. Добрый день. Мы сегодня возьмем для освещения два проекта, которые, собственно, проходят этим летом в областном центре. Называются они «Книжный кемпинг» и «Зеленые прогулки». Что это? Кто может поучаствовать? Когда? График проведения. Собственно, мы вот за ближайшие 10 минут собираемся вам поведать. Итак, «Зеленые прогулки». Что это? Да, так как летом большинство кировчан и детей, и взрослых, и старшее поколение очень много времени проводят на свежем воздухе, поэтому учреждения культуры приблизились именно к тем зонам отдыха, где кировчане отдыхают. И вот по инициативе Кировского городского зоологического музея мы этим летом впервые реализуем такой новый проект, как «Зеленые прогулки». То есть в течение летнего периода запланировано пять таких эколого-краеведческих экскурсий в крупные наши парки. Проводят непосредственно сотрудники зоологического музея, да? Да, да, это ведет на экскурсии. Елена Олеговна Макина, очень у нас опытный товарищ в этих вопросах. То есть в Александровском саду, парке имени Кирова, дендрологическом парке на Авиатском районе, парке имени Гагарина и парк Победы. То есть на этих пешеходных образовательных прогулках специалист рассказывает и об истории создания этих парковых зон, и о растительности, которая там произрастает. Вот когда была экскурсия в Александровском саду... Это было еще в июне. Да, да, да. Значит, там, кстати, приняло участие более 30 кировчан. Им еще и рассказали о заречной части города, что там находится. То есть это и кировчанам интересно, потому что не все мы знаем, собственно, историю наших вот таких знаковых мест. Ну и, конечно, для гостей нашего города. График мы можем озвучить? Он у вас сейчас перед глазами, чтобы сразу сориентировать наших слушателей, когда же можно присоединиться к этим зеленым прогулкам. Ближайшее у нас это... Вот 19 июля у нас прошла экскурсия в парке Кирова, 2 августа в Дендропарке, 16 августа в парке Гагарина и 30-го в парке Победы. В июле эти экскурсии начинаются в 19 часов, а в августе тогда, когда уже будет... Пораньше заканчивается световой день, они будут начинаться в 18 часов. Ну, видимо, график построен так, чтобы люди, в том числе и после работы, смогли присоединиться к экскурсантам. После работы, когда вот не жарко сейчас в июле, в общем, очень такое приятное время выбрано. И я думаю, что вот эти зеленые прогулки мы нынче начнем, так как очень кировчанам это нравится и отзывы очень положительные, поэтому я думаю, что на следующий год мы будем уже с какими-то другими зонами знакомить. Продолжительность этих экскурсий? Ну, примерно 2 часа. 2 часа? 2 часа, да. Для того, чтобы узнать, познакомиться. Вот там интересный пункт есть, в том числе с какими-то уникальными растениями, о них рассказывают сотрудники зоологического музея. Просто для многих, наверное, неожиданно. В наших парках еще есть какие-то еще уникальные растения. Мы не знали, да? Да. Ну, конечно, я думаю, что будет очень интересная экскурсия в Дендропарке в Новоавиатском районе, которая 2 августа. Так что я всех кировчан туда приглашаю. И взрослые, и дети могут участвовать непосредственно. Ну, в основном, значит, кто участвует? В основном бабушки с внуками. Кстати, есть и молодые пары, либо вот такие дети-подростки, которых это интересует. Вот. Эта вся информация, она у нас есть на сайте Управления культуры, можно ознакомиться. И, пользуясь случаем, я бы хотела пригласить и детей, и взрослых в наш кировский городской зоологический музей, который находится, кто не знает, на улице Ленина, 160. Мы знаем. Руководитель была в нашей студии, да, анонсировала мероприятие. Вот сейчас у нас там в летний период две интересные выставки, так что мы вас ждем и на Ленина, 160, и в Новоавиатском районе, это в Доме культуры России. Что с собой можно взять на эти прогулки? Или нужно взять? Ну, погода летняя, пока еще достаточно тепло, видимо, питьевая вода. Ну, да. Обязательно с собой. По погоде одеться. Ну, я думаю, что если взять с собой что-то перекусить, это будет не лишним. Ну, вообще-то вот в тех парковых зонах, в общем-то, у нас везде есть торговые точки, то есть везде можно и перекусить. По пути следования, да. А общение с участниками строится в рамках какого-то интерактива? То есть, либо это такой вот рассказ, лекция какая-то серьезная? Нет, конечно, нет. Либо экскурсовод задает вопросы, а знаете ли вы, я думаю, что, а знаете ли вы, с этого вопроса и начинается. И потом это уже идет. Я говорю, что вот Елена Олеговна у нас очень опытный сотрудник зоологического музея. Я думаю, что это очень непринужденно и вот в такой интересной форме идет. И так даты озвучили. Если вы прослушали, можно всю информацию найти на сайте городской администрации управления культуры. Так что, пожалуйста, до конца лета, вот я запомнил, 2 августа. У нас 2 августа. Встречаемся в Диндропарке в 18.00. Да, да. И последняя прогулка будет уже 30 августа в парке Победы. На самом исходе лета, уже перед началом нового учебного года. Хорошо, спасибо. Еще один проект. К нему переходим под названием «Книжный кемпинг». Он тоже ведь на свежем воздухе. Да, он тоже на свежем воздухе. Кемпинг, он подразумевает вот такой. И всего за летний период у нас уже организовано и будет еще 12 мероприятий. Тоже вот такие же зоны взяты. Александровский сад, Кочеровский парк, сквер 60-летия СССР, парк Победы. На Филеке, это в сквере у фонтана «Золотые рыбки», на театральной площади в парке Кирова. Значит, в чем суть? Чтобы привлечь в летний период вот как раз отдыхающих наших детей, взрослых, это вот к передвижному читальному залу. И там вот в этом кемпинге... Как он выглядит? Как он выглядит, этот читальный зал передвижной? Сейчас я вам расскажу, как его можно узнать. Как он будет выглядеть завтра на театральной площади. 21 июля. Да, 21 июля. Он будет работать с 13 до 17 на театральной площади. Вот сейчас вот этот белый шатер, который у нас в центре театральной площади, около памятника Ленина. Значит, там у нас будет располагаться 5-6 столов для того, чтобы... Значит, там будут разложены и периодические издания. Мы этот проект реализуем вместе с Вяткой Роспечать. Они предоставляют периодические издания, журналы, в том числе и детские. То есть это все свежее? Это все свежее, это периодика. Это не откуда-то из архивов, да, свежая периодика, свежие номера, которые можно... И мало того, можно здесь почитать, можно взять с собой. Кроме того, значит, специалисты библиотек, они проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Завтра можно будет в технике бумагопластика попробовать себя по изготовлению рамок для фотографий. Ну вот с летнего отдыха люди возвращаются, чтобы фотографии хорошо... А это как происходит, извините, кто-то читает, а кто-то одновременно может и... Да, вот у нас будут стоять стулья, столы, да, буквально. Значит, можно подойти к этому шатру, посмотреть, что там происходит и найти для себя дело по душе. Хочешь журнальчики полистать, дети могут раскраски пораскрашивать, могут что-то руками вот бумагопластикой заняться. И вот эти журналы детские можно будет забрать с собой. Прямо забрать насовсем, без какой-либо платы? Да, не надо ни читательского билета, не надо никакой регистрации. У нас задача у библиотек привлечь людей к чтению, чтобы потом, когда начнется у нас новый учебный год, новый творческий сезон, люди пришли в библиотеки. Опыт проведения уже таких мероприятий, опыт открытых таких чтений, он удачно сложился? Да, да, да. Вот за полтора месяца библиотеку под открытым небом, которую можно так назвать, посетило более 400 кировчан. И кемпинг-бот у нас работает вплоть до 24 августа. Это в парке 24 августа, в парке имени Кирова. И с графиком также можно ознакомиться на сайте Управления культуры. И мы слышим только положительные отзывы. Вот точно так же люди удивляются, что все можно взять. Вот мы работаем с Роспечатью. Ну вот смотрите, да, казалось бы, мы живем в век таких информационных технологий уже, когда и книжка, и видео, и аудио, все в одном аппарате. А вот мы видим по опыту проведения, то есть люди к бумаге, к живой бумаге, они испытывают интересы. Да, я даже могу... По-прежнему завлекает это все дело. Я даже могу перечислить вот детские журналы, которые будут предоставлены. Это «Ежик», «Маша в стране чудес», «Непоседа», «Каникулы с золотой антилопой», «Английский для малышей», «Твой журнал» на все «Каникулы». То есть вот такие вот интересные издания. В основном с детками тоже, да, с ребятами приходят? Ну, приходят с семьей. С семьей. Да, с семьей. Вот, например, бабушка с внуками, родители, либо старшее поколение. Вы озвучили на театральной площади график работы с 13 до 17. Так везде будет, во всех пунктах работает книжного кельтинга. Вот я сейчас ближайшее могу перечислить. Да, вот 27 июля с 10 до 2 это будет Александровский сад. 3 августа Кочуровский парк с 10 до 2. 10 августа парк Победы. 17 сквер имени Шестилетия СССР. И 24 парк имени Кирова. И понятно, что у нас всегда вот эта передвижная библиотека, она располагается в местах, очень удобной для людей. И кто пришел, это, как сказать, пройти мимо невозможно, все равно это все видно. То есть заметно все? Да, конечно. Приметно? Ну, у нас же народ-то скромный, наверное, как-то вот, может быть, зазывать людей. Там есть громко говоритель, вот смотрите, это бесплатный такой читальный зал, подходите. Ну, вот на больших площадках, конечно, мы это делаем. Ну, в этом даже потребности нет, потому что люди знают и подходят. И как бы без проблем. Особо мы не навязываемся, но привлекаем. Цифра по количеству кировчан, которые вы хотите охватить этими двумя проектами, книжный кемпинг и зеленые прогулки, она ставится какая-то? Или вот сколько придет, кого это заинтересует? В общем-то и хорошо, начинание такое вполне себе полезное. Ну да, вот то, что касается зеленых прогулок, вот для экскурсий 30 человек, это вот, ну, понятно, что если будет 40, и 40 пойдет. Ну, при условии-то один экскурсовод проводит, да? Да, один экскурсовод. Ну, на 30 это еще более-менее. Да, да, да. Все под вниманием. Вот, а то, что вот этот вот книжный кемпинг в течение, например, с 10 до 2, это у нас 4 часа работы. То есть, вот, ну, проходимость тоже парка, она приличная. Я думаю, что если за полтора месяца у нас 400 кировчан, у нас еще полтора месяца лета, я думаю, что будет. И, наверное, это принесет свой результат, и люди придут и в музей осенью зоологически, и придут в нашей библиотеке. Самое главное, чтобы любили читать, интересовались историей своего города. Еще раз повторимся, если вы не запомнили озвученные даты Марины Александровны, то, пожалуйста, заходите на сайт городской администрации, и есть вся уточняющая информация. И, пожалуйста, до конца лета вот эти мероприятия вы можете посетить. Спасибо большое. Марина Исупова, начальник управления культуры администрации города Кирова. Это программа «Говорит Киров». Мы будем продолжать. До свидания. Спасибо. Спасибо.